What's up boys, с вами Глубойс. Самые сильные укусы в животном мире. Сегодня мы поговорим об этом на моем канале. Десятое место. Матлев. Сила укуса составляет 41 атмосфера. Неожиданная позиция для короля джунглей, верно? Хотя он никогда не жил в джунглях. Любые являются единственными социальными кошками в мире. Они настолько любят сотрудничать во время охоты, что это может быть одной из причин того, почему они эволюционировали, чтобы иметь силу укуса, сопоставимую с укусом пантеры или другой ее подобной кошки. Девятое место. Занимать тигр. Семьдесят один акцент. Самый большой лицемейство кошачьих. Тигр – это одиночная охота. Не знаю, его тело может достигать трех с половиной метров, а весить он может до 388 килограмм. Он охотится и преследует свою добычу по ночам. Как и львы, они, как правило, укушают своих жертв за горло, чтобы сократить поток воздуха и крови в голове животных. Их укус очень мощный. Он практически в два раза сильнее, чем укус льва. В дикой природе существует меньше тигров, чем в неволе. Они обычно избегают людей. Однако, нападения на людей и скот были зарегистрированы по всему миру. Восьмое место в списке занимает пятниста гена. Сила укуса – 75 атмосфер. Большинство источников утверждают, что сила укуса гена равна 75 атмосферам. Однако, Википедия говорит о большой цитре. Но других источников, подтверждающих информацию в онлайн-эциклопедии, нет. Говоря о том, что гена – один из самых мощных укусов в животном царстве, нельзя не отметить, что в результате ее атаки тратятся даже гости жира. Седьмое место – медведь. Гризли. Сила укуса – 81 атмосфера. Этот североамериканский подвид бурого медведя известен своими невероятными размерами и агрессией. Несмотря на свои крупные размеры, гризли может развивать скорость до 56 км в час. Они питаются в основном ягодами и орехами, но также и охотятся. В Йеллоустонском национальном парке они были замечены и сняты на Европе. Вот это не причем. Шестое место занимает горилла. Сила укуса – 88 атмосфер. Некоторые люди могут удивиться, учитывая викторианскую природу существа. Однако гориллы являются грозными жителями этого списка. Их челюсти в первую очередь адаптированы к пережевыванию таких жестких растений, как бамбук, что и дало им невероятно сильную челюсть и мышцы шеи. Пятое место – бегемот. Сила укуса – 124 атмосферы. Это одно из самых мощных травоядных животных. Бегемот принадлежит к категории опаснейших животных апрель. Обитая на конкретной территории и будучи очень агрессивным, известны случаи нападения на небольшие лодки и их экипажи. Ученые смогли измерить только силу укуса самки бегемота, потому что самцы крайне агрессивны. Слово «гиппопотам», «гиппопотамус» с английского языка, происходит от греческого «вечная лошадь», из-за его невероятной любви к воде. Ближайшие родственники бегемота – это киты и коровы. Они относятся к отряду парнокопытных, поэтому верблюды, лошади и козы также являются родственниками бегемота. Четвертое место – ягуар. Сила укуса – 136 атмосфера. Укус ягуара – самый сильный среди всех кошек, более того, как он обладает самым сильным укусом среди всех млекопитающих. Ягуар убивает, кусая свою жертву за голову, как и большинство других больших кошек, кроме льва, естественно. Ягуар является одиночной птицей. Среди жертв животное есть анаконды и кайманы. Его укус настолько силен, что он может легко прокусить даже панцирь черепахи. Третье место – американский аллигатор. Сила укуса – 145 атмосфер. Американский аллигатор является одним из всего лишь двух оставшихся в мире видов аллигаторов. Второй вид – это китайский аллигатор. Его популяция около 5 миллионов особей, причем более полтора миллиона живут в Флориде. Остальные поселились в Техасе, Гуизиане, Северной и Южной Королине, Джорджии и Алабами. Они делают эту территорию с крокодилами. В их рацион входят в основном рыбы, черепахи и мелкие млекопитающие. Второе место – морской крокодилы. Сила укуса – 251 атмосфера. Вдумайтесь! Морские крокодилы получили самую высокую оценку командной National Geography по измерениям силы укуса. Тем не менее, они опять же измерили силу нескольких небольших крокодилов. Специалисты говорят о том, что если силу небольшого крокодила перевести в силу 6-метрового чудовища, она может доходить и до 480 атмосфер. Эти монстры обитают в Восточной Индии, Юго-Восточной Азии и Северной Австралии. Первое место в нашем спорте – низкий крокодил. Сила укуса, которого составляет 340 атмосфер. В эксперименте, проведенном на National Geographic, сила укуса низкого крокодила была оценена ниже, чем сила морского крокодила. На удивление. Но большинство других источников говорят о 340 атмосферах. Низкий крокодил, как правило, по размерам практически такой же, как морской крокодил. И, соответственно, сила его укуса располагается примерно в том же диапазоне. Это двое являются взаимозаменяемыми. Когда речь заходит о размещении в этом списке. А сила их укуса будет варьироваться в зависимости от трудностей ее измерения. Крокодилу нужного размера. Низкие крокодилы питаются в основном рыбой. Но, как их братья, нападают на всех. У кого хватает наглости встретиться им на пути? Это касается зебр, птиц и даже небольших непопотам.